Всем привет на канале Александр М. Брест Сегодня речь пойдет о полировочной машине фирмы Крафт Модель CP1350 В комплект входит овчина с основой, вот такой, М14 резьба Ручка-скоба, ну это в принципе в любой полировочной машине такая идет Ключик-шестигранник, который нужен для того, чтобы прикрутить нашу ручку-скобу Оснащена такая машина регулятором оборотов В данной полировочной машине кнопка идет с фиксацией Однако мне встречались идентичные полировочные машины, но в которых была кнопка не с фиксацией, а именно с двойным защелком То есть надо обе кнопочки выжать, чтобы полировочная машина заработала Также в эту полировочную машину встроен плавный пуск Ну и давайте посмотрим, что у этой полировки внутри Ну и первым делом давайте взглянем внутрь ручки Раскрутив, естественно, снимаем крышечку Так Стандартная регуляция оборотов с блоком плавного запуска Вот она такая То есть такое ставят практически в любую полировочную машину, не очень дорогую Кнопки тоже у них у всех похожие То есть тут ничего абсолютно примечательного нет Но в этой части полировки нам смотреть нечего Поэтому сразу соберем, чтобы провода не болтались, не мешали Ставится здесь все довольно просто Кнопка Защелкивается, можно сказать, на свое место Берем проводки Заводим так, чтобы они не мешали нам ставить регулятор на свое место Ну и кондерчик сбоку пристраиваем Вот примерно так сей выглядит После того, как это все дело завели Берем верхний корпус И просто защелкиваем Ну и остается, естественно, закрутить Теперь выкручиваем щеточки Сами верхние вот эти пятачки В этих щеточках у нас С зацепиками Надо подковырнуть И он вот так выскочит Ну и потом Щетка сама, можно сказать, достается То же самое со второй Вот как наши щеточки выглядят Размер их 7 на 12 Теперь открутим корпус электрики От корпуса редуктора Ну и открутив, естественно Разбираем Вот как наш якорек выглядит То есть, не бронированный Залачен Так, вообще Скудноватый, я бы сказал бы Но размер не маленький Статор в этой полировочной машине Тоже не бронированный Ну а теперь Давайте взглянем В редуктор Ну и раскрутив Естественно, разбираем В корпусе редуктора Я думаю, видно Что стоит игольчатый подшипник Ну, червяк Это все Как и везде в остальных машинках Здесь, кстати, конструкцию Немножко сперли у Макиты Походу Для того, чтобы снять ротор Необходимо открутить Один болт спереди И один болт сзади Корпус редуктора Ну и тогда Просто с пластиной Достается Сам ротор Теперь взглянем На большую шестеренку Она стоит На валу Закрепленная С помощью стопорного кольца И на шпонке То есть, меняется легко Ну вот, по сути В принципе, запчасти Это и кончились Поэтому давайте собирать Первым делом Ставим воздухозаборник После этого Проверяем, как внутри Стоит резинка Я уже проверил У меня стоит резиночка Хорошо Поэтому берем Наш ротор И накрываем После того, как мы Это дело поставили Аккуратненько За червячок Крутим У меня крутится все хорошо Вот После этого Прикручиваем Корпус редуктора К корпусу электрики После этого Ставим редуктор На верхнюю часть Прежде чем Что-либо закручивать Нажмите На него Покрутите Убедитесь, что Зуб на зуб не попал И только после этого Закручивайте После того, как это все дело Скрутили Еще раз Крутаните вручную Для того, чтобы убедиться Что все стало ровненько И лишь затем Ставим щеточки Щетки ставятся у нас легко Берем щеточку Попадаем в шахту Вот так И давим пальцем На пятачок Пятачок за счет Тех клычков Которые я показывал В начале Фиксируется То есть он не вываливается И нам остается Лишь Закрутить Пробку Вот и все То же самое со второй Ну вот мы полярочку И собрали Ну и естественно Доказательство того Что я ничего не доломал Ставим на максимум То есть все работает Ну что я могу сказать По поводу этой полярочки Обычная бытовая Полировочная машина То есть для серьезных работ На мой взгляд Она не годится вообще Вот В принципе для себя Для дома Для не интенсивных работ Вполне сгодится Кстати еще Довольно часто спрашивают По поводу вот этих графиков Значит На таких Бюджетных Скажем Полировочных машинах Не обязательно Это будет крафт Но в любом случае Этот график К работе машинки Никакого отношения не имеет То есть там написано Что на первом Допустим Положении Вот здесь Эта полировочная машинка Должна держать Ровно 900 оборотов То есть Я думаю все услышали Что понижение оборотов Было всего лишь от того Что я сомкнул Два пальца на валу Ну как бы да То есть стабилизации Оборотов здесь нет График как раз Показывает Что типа есть Стабилизация оборотов У нас есть Вот к примеру На Маките И на Девальте Вот Такие полировочные машинки Можете брать для профессиональных работ То есть да Все сгодятся Ну А по этой я думаю Все понятно Ну и естественно Я надеюсь Что видео было полезным Поэтому Подписываемся на мой канал Делимся этим видео Ну и хватит Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok